А тем временем, послезавтра, 21 мая, в России отмечается День Полярника. И в этот день традиционно региональная общественная организация Якутская Арктика проводит соревнования по плаванию в холодной воде. И плавать нынче в холодной воде будет Александр Брылин, председатель Амурского отделения Ассоциации Полярников, двукратный рекордсмен от Книги рекордов России и номинант Книги рекордов Гиннеса. И Григорий Прокопчук, двукратный призер мира, четырехкратный призер международных соревнований, чемпион России по плаванию в ледяной воде в 2015 года. Доброе утро. Доброе. Давайте сразу определимся, да, вот холодная вода, это сколько градусов? Холодная, ну, в нашем понимании нету градусов. Мы всегда рукой трогаем, вчера приехали, сразу потрогаем, ну, плюс 3, значит, нормально. Нормально, да? Да. То есть плюс 3 для вас нормально, а если будет ниже? Самая низкая температура, это, ну, когда еще можно плавать, это 1,8, уже минус 2, она практически замерзает, это соленая морская вода. И вот сейчас вот на 202 микрорайоне, где состоится заплыв, какая температура воды? Ну, я думаю, 21 мая будет градуса 4,5, поэтому хотим пригласить всех желающих поддержать своих земляков, полярников и проплыть 50 метров, получить хорошие призы и хорошее настроение. Это вот та дистанция, которую нужно будет проплыть 21 мая, да? Да, это самая такая любительская дистанция, то есть ее может сделать любой человек, который занимается физической культурой. Ага, а максимальная дистанция, вот вы сколько проплывете? Максимальная, мы хотели вот, что в рамках полярника мы проводим вот такую акцию, посвященную дням празднования святителя Иннокентия, апостола Сибири и Америки. Будет максимально 220 метров. Мы поплывем с иконами, с факелом, с хоругвями, с флагом России. Смешно, это все будет как бы в руке? Это все будет шоу на воде, посвященное вот нашему апостолу, который проповедовал веру христианскую, был переводчиком, переводил много церковных книг на оливудский язык, якутский язык. Вот, и впервые в 1853 году в Якутии услышали слово Божие на своем родном языке. Представляете, какое чудо? И все это будет 21 числа, да? И все это будет 21 числа. Во сколько? Начало в 14 часов, в 202 микрорайон, приглашаем всех. А вот насчет участников, кто может принять участие в заплыве? Ладно, вот не 220 метров, а 50. Любой человек? Любой человек, который старше 18 лет. И занимается физкультурой, да? И занимается физкультурой. А все, наконец, это проверка будет? Будет работать, будут врачи, будут бегло осматривать желающих, кто принял участие. Ну, а кто уже у нас подготовились, да, они подали заявочку заранее. И теперь они уже готовятся настраиваться к этому старту. И как давно проходятся такие заплывы? Ну, у нас уже в Якутии это третий юбилейный, считается, заплыв. А вообще, большая программа, она идет уже с 2006 года, когда Россия активно включилась в участие на международном уровне. Ну, Александр, мы знаем, что вы, как уже сообщали, да, что вы номинант Книги рекордов Гиннеса по плаванию в персональной категории. Самая длинная дистанция, преодоленная пловцом в проруби. Это вот сколько метров вы преодолели? Значит, это была Тюмень. Температура воздуха минус 30. Температура воды плюс 0,7 градуса. Дистанция 2200 метров. 5200 метров. 2200 метров. Два километра. Да, в ледяной воде. И чуть больше часа, 1 час 5 минут я находился в этой воде, преодолел эту дистанцию стилем брас. И это был 2013 год, декабрь месяц. И вы же не один плыли, да? С вами была какая-то команда все равно. Мы плыли вдвоем. Кто-то фотографировать-то не должен был. Не, ну, это было стационарно, это же все было на рекорд. Поэтому мы плыли вдвоем. Андрей был Сычев из Тюмени. И вот я плыл. Да, тут просто представить так холодно уже. Григорий, а мы, в свою очередь, тоже также знаем про вас, что вы вплавь пересекли границу России и США. Когда это произошло? Это было в 2013 году. Было столетие как раз РГО в республике Саха-Якутия. И команда из 66 пловцов стартовала из Якутска. И мы вот эстафетным путем, значит, плавали через Берингов пролив. Ну и мне тоже просто случайно, символично выпало преодолеть эту дистанцию. Потом, когда мы смотрели видеосъемку и ДжПРС, мы, так сказать, увидели, что именно мне, так сказать, выпал случай пересечь границу. И сколько вы проплыли? Ну мы плыли тогда по 15 минут, 10-15 минут. И дистанцию я сейчас точно не могу сказать. Но то, что, так сказать, именно я преодолел, это уже зафиксировано, так сказать, как фактум. Без визы, да? Нет, потому что визы мы оформляли заранее. У нас визы были на три года, поэтому нарушений не было. Вдруг вы решили бы остаться? И вот, пользуясь случаем, мы хотим вашей телекомпании подарить этот знак «100 лет РГО». И как раз, где с обратной стороны наш маршрут, 134 километра, получилась дистанция от Чукотки до Аляски. Здорово, спасибо вам огромное. Скажите, пожалуйста, вот, держите, пока рассматривайте. Как давно вообще вы занимаетесь зимним плаванием? Я занимаюсь 1998 года, уже получается, ну, скоро будет 20 лет. Очень хорошо себя чувствую, понимаю, что этот вид спорта набирает большие серьезные обороты. Сейчас вот у нас на Байкале будет очередной этап подготовки тоже нашей акции по пути с Виттиленокентия от Иркутска до Аляски. Приезжает и президент Ассоциации ледяного плавания международной. Мы подали заявку на Олимпийские игры в Корее. Возможно, и ваш Григорий примет участие, представляете, от республики Сахар-Якутия. Невозможно, совершенно точно. Поедет, примет участие и достойно выступит. Вот, и в 2022 году уже в Пекине, уже Китай, будет официально проводить зимнее плавание как вид спорта. А, будем терпением ждать. Григорий, а вот скажите, пожалуйста, можете дать совет нашим землякам, всем, да, вот, и которые захотят заниматься зимним плаванием, да, с чего начать? Ноги там в воде холодной мочи. Контрастные дула. У нас Икутия северная, очень много холодных рек. И, конечно, я хотел бы всем посоветовать заниматься закаливанием. Закаливанием заниматься, конечно, надо с малого. Многие начинают с малого, где-то с ванной, где-то, так сказать, какой-то участок, у них это дачный участок. Или просто выходить на улицу, как мы иногда видим, выходят с ведрами. Ага, с мой. Да, да, и в любое время года начинают закаливаться. А чтобы морально подготовиться, что чувствует человек, который заходит в ледяную воду? Ну, вы, наверное, уже ничего не чувствуете. Да, мы уже, знаете, по привычке это... Что-то слишком тепло, да? Нет, человек, ему все равно свойственно бояться. Страх есть всегда перед водой. Хоть ты профессионал, хоть ты первый раз. Поэтому этого не надо стесняться и бояться. Нужно преодолеть себя. Как вот светитель преодолевал, представляете, из Иркутска. 14 месяцев они добирались до Аляски, то есть на перекладных, на повозках, на байдарках. Полени плыли на этих... На баржах, на деревянных в то время. Вот, то есть это... Возмогая холод, голод, вот это вот... Ну, то есть... Поэтому человек, он... Это нормально, естественно. ...способен намного, не зная об этом сам. Вот, поэтому нужно только... Ну, как поймать, да, что-то. Поймать вот этот вот лучик света. И сделать шаг. И сделать шаг вперед, да. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, за подарки чудесные. Мы... Большое спасибо. Я вот думаю, что многие телезрители придут 21 мая, да, посмотреть хотя бы, да, если нет знакомых среди пловцов, но посмотреть вот как вот наши бесстрашные мужчины и женщины плавают в холодной воде. Приходите к нам чаще. Продолжение следует...